значит карта карта долина потерянных ушками не смотри я наблюдателем побуду потому что мне надо посмотреть все это дело тут нет смысла не будет участвовать вас четверо сейчас короче смотри высоты мальди не выбирай на 8 игроков да там короче островки там на 8 но мы сделаем так что каждому игроку будет по два острова вот так расставим сейчас перелетать туда-сюда там перелетать особо не надо будет замес будет центре очень не перелетать острова на остров перелетать на тот остров центральный тоже ты но это не страшно там все по команде будет сейчас наблюдатели чё я не перекидываюсь рука наблюдатель почему окрошу у меня теперь еще два челика остались алекс аппаратом смотрите как я попробовал на три игрока сам собой попробовал короче скажу так что хер знает котлы по моему не варик вообще ну смотрите сами там вы за них играете там то есть случайно нас и что ли ты поставил да нет по правилам каждый за себя ставь по дополнительным правилам значит убери вот это до последнего война и поставь внезапная смерть это будет после того как мы завершим четвертый этап мы сделаем так что в один город захватил и будет победа и включи а ну это бак наверно что не видно короче значит бак ну я не вижу по крайней мере какие раз вы выбрали бак это правило это лучше убери просто ставьте какие какими вы лучше всего играете ставь игроков ставьтесь игроки на карту через одну то есть чтобы одна была белая точка вот еще два а кто нас адвина уже ваш сам поставить вот теперь им 3 против часовой или по часовой а без разницы но смотри допустим желтый налево твой остров с фиолетовый налево твой остров синий налево твой остров и красный налево твой остров то есть получается по часовой у часовой стрелке у вас по два острова так вижу выбрали ловли ты выбрала люди случайно будут стоять все в можешь включать может запускать принимайте готовность нужны войска интересно сколько это времени за мишутами а твоя страховка предусматривает нападение гигантского робота а твоя страховка предусматривает нападение гигантского робота а как мы будем считать а я я все вижу я весь лимит все вижу смотрите пока это грузится херня объясняю значит до того пока большой город не построился вы его строить будете когда первый этап пройдет побьемся я говорю про лимит войск я и говорю про лимит войск он искусственно то есть есть и в игре лимит есть в игре лимит а есть лимит который я говорю то есть вы берете войска с ограничением как я же каждый раз так потому что у нас еще есть считать не обязательно вы сами считать умеете дед блин ты не понял сейчас я тебе все объясню пока что стройте любые районы два своих острова развивайте и большой город не стройте никто одного героя любой все каждый из вас выбирайте одного героя то есть какое вы считаете что прям самый крутой будет значит лимит первого этапа будет 20 единиц то есть привожу пример вот у клотлов одна пехота стоит три единицы населения то есть по населению смотрится в курсе да раз мне еще шахтер же прибавлять лимит какие ресурсы довод развивать не без учета шахтеров лиц блин ты не допонимаешь вот тот лимит который в игре написан у вас это не тот лимит который я вам говорю вы лимит который я вам говорю на ту война вы поведете в центр чтобы биться вместе с героем со своим это будет 20 20 единиц а бог помимо пехоты кого-нибудь любой юнит кроме супер юнита будет использовать супер юнит ладно дальше значит каждому в каждой расе значит алином бесплатно вне учета лимита куб головоломка 1 квотлом один ковчег я знаю что он хилит на я решил что все-таки нужно один без учета лимитом ковчег и винчи один дирижабль без учета лимита я могу лет у нас призывать так значит по лету нам расовая способность промышленного уничтожения звезда и призыв войск можно использовать каждой расе то есть все это улучшайте на максимум только без большого города района стойки любые города острова свой остров 2 берите так вот эти способности что военное преимущество вот это все говном не будут использоваться потому что мы сейчас играем не по стандартным правилам и войну друг с другом не начинаем по ну за исключением вот этого замеса то есть по команде этот замес будет происходить так как вам на карте-то показать через счетом на карту показать можно шрифт или смотри стой я могу построить или тунов чисто призвать как и армия до таких летунов но в это те вилки летающие люди царские любые юниты любые абсолютно считаются только население если не видно население смотришь через альт на и не признаю тебя через альт смотришь вот допустим мушкетеры отступники два населения тратят вот какую кнопку нажать чтобы по карте вам отобразила на языке я же говорю в вылезть островок на две части кстати разделен да я вижу вот островок на который видели отыкнул я не вижу например вот так и там собирается потом нажми на enter нажал должно быть нужно должно быть у тебя написано всем всем написано когда должны все короче островок разделен на две части та часть которая с залежи митимониями вот там будем находиться в смысле там будет нужно 20 штук только до до 20 штук остальные все войска на своих островах оставляйте подготавливайте пока то есть пока что у вас нет большого города у героя изучиваться внизу в этой строчке в нижней первая и вторая способность то есть от 1 улучшается 2 изучивается так у нас один из квотал и 4-й то 4-й тоже куда-то уже по квотлом смотрите внимательно значит героя когда вы прокачиваете пока не на нейтральных постройках сделайте чтобы он был 2 уровня 3 не поднимайте то есть какое-то время ждите потом не используйте способности и ждите откат откат еще будем ждать пока ждем откатов и всей прочей херни просто достраивайте районы стройте постройки улучшайте вот это говно которая книжка вот исследования делайте первые две строчки это желательно потому что это улучшает абсолютно все у вас войско расовую способность что промышленное уничтожение очень хорошо поможет ну как по котлам к примеру как я делал когда сам играл значит я брал пять игуаров солнечных каждый из них по 4 то есть 5 игуаров с героем это к примеру нет летунов я не брал хотя они вон по два населения стоит их можно 10 взять у алинов я там что-то сердцеедов две пехоты 2 саламандры 2 африта брал я взял пять этих как они называются часовых а не забывайте что в вашем городе большой город не строим просто район 2-3 города можете захват второй остров начинать принципе караванами начнет захватывать желательно конечно чтобы не получилось так что остров который должен быть другого игрока захватил караван старайтесь не камнях в принципе это не особо критично это у нас по часовой стрелке а не критично да в конце будет критично уже когда будет залез красный китом предел тимония что-то устроить район торговый торговый фиолетовый у тебя где герой а призывается прокачни его да на другой стрелочек как прокачнул желтый вот на какой то не стрельняй к вы не часовню возьми эту чугую за ней разок, и потом испепелить душу еще, и он у тебя второй будет. Смотря, могу я один ковчег чисто на территории своей оставить? Да, конечно. Один ковчег возьму, а другой просто осталось. Ты на своей территории что хочешь можешь оставить. А, то есть могут целую армату на своей территории оставить, а так отправить самых лучших, да? Не забывайте, что в конце вот этой всей херни, этапов этих, ну, постепенных улучшений, мы, то есть в конце, короче, я скажу, мы начнем обычную карту, то есть, ну, то есть имейте ввиду, армию накапливайте с момента, пока у вас, пока вы не бьетесь, как по стандарту, то есть, блядь, никто на вас внезапно нападает. То есть имейте ввиду, что войска какой-то тоже себе оставляйте и готовьтесь, что в конце будет битва. То есть ты просто включил мир на 30 минут? Нет, я, нет, там не 30 минут, там, может быть, и больше будет. Ну, это, как бы, это искусственный мир, то есть, грубо говоря, я вам говорю, ну, правила определенные, то есть это нестандартная игра. Какая-то гейская, ну. Блядь, сейчас мы просто прочувствуем, как эта фишка садится. О, ясно. Чувствуют захотел. Протестим, ладно. Гей. Сам ты гей? Там какая-то будет, мне кажется, классно. Так, это уже второе уровень тоже. Алин, в принципе, готов, да? Если готов, ставь... Весь на краешек первого островка ставь свои свои войска с героем. Кулстори. Клонов костел. Кто готов войска с героем сайфом? В смысле, подожди, мне нужно в лимит же выйти, правильно? Да, конечно. Ну, то есть, остальное войско... Нет. 20. 20 населения. Как это посчитать? Ну, смотри, значит, считаем просто. Значит, вычитаем всех рудокопов? Нет. Пустынный шагатель один. По-моему, там проще будет, нет? Смотри, как проще. Пустынный шагатель твой стандартный одну единицу населения стоит. Пример тебе. Да что? Ты можешь взять саву своего и 20 вот этих шагателей. Саву считается? Саву не считается. Ну, у него же нет где он их венит. Понял, да? Да, щел. Ой. Ты меня... Ты меня не понял. Еще раз, давай тогда объясни, что ты хочешь. Ничего себе. Вот, смотри, давай на котлах приведу пример. Павукам сколько стоит? Кто стоит? Павук, павук. Павук, сейчас посмотрим. Три. То есть, пауков ты можешь взять 6 штук и у тебя еще на 2 пехоты хватает. Коробку бесплатно. Героя берешь. Не в счет этого лимита. Вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но паук у тебя только один. Ты пока его не можешь строить у большого города. Нету так много. То есть, я говорю, что я строил за Алина, что это... 16. Два сердцееда, две саламандры и два африта я строил. За Квотлов я просто пять ягуаров брал. На первую катку. Там просто герои и немножко юнитов. Че, давайте, кто готов, кто готов, потому что долго сильно затягивать не стоит, отводите войско, которое не полетит на этот остров к своей столице, немножко туда, к краю карты. А кто полетит на край острова, который ближе к центру карты. Красный, желтый. Полетит. Шок свою богиню отберет. Визу, отберет. Контент. Ты решил полетным юнитом не завязать? Круто, круто. Хе-хе-хе. Прикольно. Так, ну давайте готовность что ли проверим. Кто, кто не готов еще? Может все готовы? Я еще, наверное, не готов. На какой цвет? Смотри, я эти вилки взял. Эх, сколько штук надо брать? Одна, две единицы населения, значит, ты максимум можешь 10 взять. Так себе иди, конечно. На нейтралках то хоть шокс прокачни и за ней что-то. То она у тебя слабенькая. Но я прокачиваю, говорю. Я признал потом уж, когда ты это реклама. еще Вишка Д надо героев подождать. Как минимум 3 минуты. Ну вот, пока 3 минуты тебе будет идти, уже можно все два острова западнуть. Синий, ты, я так понял, остров твой вот этот слева от тебя, то есть. Возьми, заюзай, гордан, резаляция. Мы когда-то с собой, я стою кукол уже миллион лет. М? А? А? Ты, я говорю, вон остров, позахватывай там эти города. Что значит позахватывай? Здесь сделайте 20 лимитов, вот они стоят же. Это круто, просто у героя, у фиолетового, блокаде на способность. Это его проблема, я считаю. А на какой половине острова? Это все круто. По-моему, надо во время выкладываться просто, а не в этот. Алло, а где по-время? Это уже другой вопрос. На этой половине, да, где красный показал. Где Тимония есть разработка. А, позахватывай, горе шостров. А каким образом я это сделаю? Построй большой город и в кубе призови вихрь. Только не прокачивайся, ладно? Я имею в виду. Очень интересно. Я знаю, что там не призывается вихрь. Ты его сейчас построи, только не прокачивай, понял? Вот эту херню. Ну, смотри сам, как бы. Я как бы вижу все, но... Так фиг не делаешь. А, если что, желтый высадился на остров, остальные там готовьтесь. Пока не высаживайтесь, потом уже высадитесь. Фиолетовый, как он, он тоже готовит. Почуете там, куда я осталась минута с чем-то. Красный уже загрузился. Дирижабль. Не до конца. Тут очень мало вмещает себя дирижабль. Еще возьми и дирижабль, ничего страшного. Сейчас, когда уже первый большой город себе построят, тоже будет поинтереснее. Че-то построил, с вами? Ну, вихри призывай. Хотя, можешь сейчас не призывать, вот пару коробок пусть стоят, когда надо будет уже идти, когда откатится КД у фиолетового, уже тогда призовешь сразу перенесешься. Когда у него откатится КД? Сейчас посмотрим. 80 секунд. Так, желтый готов, он на острове, уже красный готов. Синий, так, синий ждет. Сейчас он еще отвлечится немножко. Ну, самый слабый будет фиолетовый, блядь, я не знаю, как его войско тут сыграют, но герой слабенький. у котлах вот эта проблема у желтого поинтереснее получилась. Это фигню сделано, по времени было ограничено. Да, надо было ограничивать, но... честно, засекать там 15-20... Да, это виш, это первый раз. Это передоставляешь. Это первый раз, просто. Это первый раз лица получают. Мы протестим, как это будет, а потом... Это же типичный Легион Таделло. Короче, сейчас посмотрим, что получится после первой схватки. По результатам, значит, первой схватки будет как? Все на второй этап получат плюс 5 к лимиту этого населения, и тот, кто останется последний на острове, либо юнит, либо герой, у того игрока еще плюс 5 дополнительно. То есть, у него будет 30, у остальных по 25. И большой город, соответственно, все построят после этого. Так, фиолетовый смотрим. Все, он готов. Теперь, красный, лети на этот остров, и синий, вызывай... если что, я не готов, парни, мне надо... Кто, кто? Кто, кто не готов? Какой цвет? Желтый. Желтый не готов? Красный, на краешек, высаживайся у острова, синий, загружайся, лети. Еще начнем замес. Фиолетовый, у тебя полетники, так что, пока что, постой. Чтобы мы там все вместе встретились. Мы спалишь. Так, у меня еще ковчег нужен. Фактически. Красный, я отходил на бога. Кто, кто? Это желтый? Да. Ага, ну сейчас они все уже летят. Так, синий летит, красный, перелетай. Скажите, когда файт начинаем, чтобы это... Уже начинаем. Мы летим на ту полную острову, где есть Тимония. Ну, возле шахты примерно где-то. То есть, весь остров, на нем можете кайтить, хуяйки, бегать там, блядь. Так, а мне куда высаживаться? В любую точку, на этом острове будет весь замес. На правый остров, да? Желтый вас ждет. Уже фактически битва началась. Высаживайся. на правый остров, да? Левый остров, где есть Тимония. Левый остров, где есть Тимония. Сейчас на правый острове. Я правый. Давай, перелетайся. И дня он тоже правый. Желтый с красным пока не бейтесь. Почему? Пусть они бьют. Давай, фиолетовый литей. В смысле, пусть бьют. Давай, перелетай туда. Откатились, не кончились еще погружайся в михаре и идти на остров через разлом. Тут не забавится. Так, Филиппы и Сипока. Давай, переводись туда. Витя, сейчас кончится. Нормально успеешь. И сейчас у тебя в Куре катится. В Куре катился еще. Создавай, перевози. Все, начинайте биться, короче. Нет, не души. Да хорош. Начинайте. Чего, уже отбиться, да? Да, фиолетовый полетел. Раз, так, короче. Я могу использовать военное преимущество? Да не бей меня, клоун, у меня не все прилетели. Алло, алло, могу использовать? Нет, нет. А? Только призыв армии, разрушение Винчи и звезду. Вот. Гайс, что, варивайся? Прям в толпу нафер. А вот, что могу использовать? Чего? Луч. Квотлов, да. Звезду вот эту, сверху. Красиво. Чё сиди, давай. Живи. Мы ее гений, кстати. Конечно, первым делом был бы мой ковчег. Ни хрена себе там лейтеновки не создадут. Имейте в виду, ваши противники, с кем вы сейчас бьете на острове, они будут гаситься, и не ожидать пока, блядь, друг друга перебочатся. Так что, смотрите, тактику там. Вот фиолетовый, допустим, вообще охренний пацан, он сейчас всех заебет. Блядь, это у меня там. Да, ну хитрец какой-то мандрец, нет? Звезду все хитрецы, я смотрю, нормально играете. Это вихрь цена был, что ли? Так, ждем, пока все тут ходов последних останется. Савва такой. Мы что-то в родлице. Ой, все, все. Бил, бил, душил. Я сдаюсь, не души. Пехота, смотри, давай, допуярим. Кстати, против этого синего очень выгодно. Так что, я первым делом не лучше ебну красного. Потому что синий-то, ничего не сделать на бетуно. Так, кто-то у нас... За счет, кто-то. Анес. Желтый еще живой, смотри, их весь. Меня спалили. Или нет? Не, ну ты, конечно, клоун посоздавал летающих балочек. Да, но твои-то вообще не могут вынуждаешься типа кастовать. Поэтому я более топлю за синего. А, ну... можно его создавать? Сейчас, сейчас добьет. Ну, походу, фиолетовый победил. Сейчас он тут добьет. Желтый. Желтый? Ну... Че, они отступают, что ли? Шар, шар по острову. Потом... Ну, по острому шаре, а не на острове все. Так, господа, что делать? Убивай. Короче, все ясно. Фиолетовый победил первую капку. Сейчас... Че, ясно, гей. Все... Смотрите. Смотрите. Значит, в желтый остался красный, в остался ясно. Кто победил? Ну, у меня один отряд остался. Кто? Я сейчас в желтое лицо разобью. Короче, смотри. Все, захуярил там. А, ну тут... Не-не-не-не-не, желтому надо. Да это хули-то фигурно. Знаешь, что надо? Тебе не нужно... За первое давайте, нужно по местам распределять. Что, что по местам? Сначала, что ли? Ну, типа, за первое пять, за второе три. Смотрите, там, два. А, ну можно. Поэтому я мотивации нет. Ну, видишь, тут фишка в том, что у всех увеличится на второй этап. У вас у всех по 25 теперь. Все, короче, тут понятно. Можешь не добивать эту херню. В фиолетовый лети обратно. Все строите большой город, только большой. И, значит, смотрите, теперь у вас лимит у всех 25, у фиолетового 30. У всех остальных по 25. Герои, которыми были героев, призывайте заново. И изучайте у них строчку, которая большой город откроет, вот эту строчку, первую, вторую, третью способность. То же самое касается улучшений. Третья строчка улучшений, вот это тоже улучшайте, и юнитов улучшайте, что позволяет только большой город. Великий не строите. Вот. А я могу, видимо, первую построить? Первый дворцовый прям везде. Первый дворцовый прям везде можете, да. Только второй дворцовый не строите. Первый дворцовый открывает у вас третью строчку улучшений и улучшения юнитов. И так далее. Уолим? Ба. У них магический район уменьшает КД. Ну, блядь, это за ежи. А у сына, допустим, вихрь есть. У Джакома броня. Все тут раз разные. Так. На первых ты... Да, броня? А как ты против брони играть будешь? Лучше просто ждать, блядь, бегать. Ждать, бегать? Ну да, получается. Бежа, блядь, бегать. А как ты против дракона стеклянного будешь играть? Хер знает, да? В смысле, да что? Позже, что? Ну, он, кстати... Синий, что-то остров свой не захват. Да, ты захвати остров нижний, который тебе пригодится. Тишь, тишь, тишь. В смысле, нижний, верхний. Короче, вот если ты смотришь на центр, да, вот так вот ты книжек. Закупи там вот эти города, блядь, они тебе пригодятся. Магические строй районы. Они тебе пригодятся. У всех подобных. Тем более, чем мне они пригодятся. Ну, чтобы кд у героев уменьшать, тебе вот это ахрененно поможет. А вот так вот делать можно? Нет, не поможет. Короче, ты смотри, захвати, потому что у красного, может, караван какой-то прилетит туда и город какой-то захватит. Я боюсь, все равно смогу постануть только один раз, что-то. Ну, блядь, на то и расчет. Мне кажется, может быть так. Ну, тогда зачем мне снизить жанин кулдаун? Мне кажется, может быть такой бой, где первое или второе скилл у героев может катиться. Успеть. Ой, а техническое могу использовать. Техническое. Еще раз объясняю. Вот эти преимущества военное, техническое, ресурсное и тактическое не используем в битве на острове в центре. Пока что. Только расовое, промышленное уничтожение, призыв войск у алинов и звезду у котлов. Формируйте пока что войско, которое вам надо будет. Героя, значит, так, какой там третий уровень оставляем, дальше не прокачиваем. Третий уровень. Это касается квотлов. Богиню шок свою прокачает тоже за третьего. Что-то поюзай. Можешь, знаешь, как прокачать. Полететь на вражеского, на желтого, там, ткнуть в этих шахтеров, например, они там отличатся, и если тебе не на чем прокачать. Вот, а потом ураган, кстати, у тебя открылся. Вот ураган, воткни, воткни разок, у тебя третий уровень будет. Все, лимит. Все, какой лимит с этими? Все, можно больше ураган не прокачивать. 25 всего? 25, да. Господа, можно больше не прокачивать, да? Да, все, можешь не прокачивать. У тебя третий уровень есть, то есть, статы примерно одинаковые. Так, у меня сколько каких-то тесных должно быть? Значит, смотри, один кецальский, два единицы населения. Значит, если у тебя будет 12, то это 24, плюс 1 единица, у тебя свободная. Ковчег бесплатно, один. Вроде то. 7, всего должно быть 12, да? Ну, короче, все поняли, да, что надо строить, что-то фиолетовое выебать. Все шарик уже, да? Так что у меня всего, а сколько их должно быть? 12. у тебя, 15, потому что у тебя плюс 5 еще за победу, у тебя 30 лимит. Улучшайся заодно, не забывай, улучшить ресурсы в духу ищи сейчас, и реакторных построим, у тебя что-то, демония, дупе, улучшить пехоту и даров, потому что это в конце пригодится. Все улучшения сделайте, касается вот этой третьей строчки улучшения исследований, чтобы потом этим не заниматься. Районы строите. Кварталы. Кварталы. Желая. Массей. Желательно. Желательно, чтобы к третьей стычке только один дворцовый, последний, нужно было построить и все. Будет неплохо. Ресурсов я у вас вижу так прилично сейчас. Если кто готов, тоже на край острова. Я смотрю, дождь готов. Все понятно, что там будет, короче. У туда же 11 минус, вот именно к этой катке. Это вот осадный лазер. Он тут вообще не к слову. Слова. Вот тут Ксил самый полезный герой. Ксил охуенный будет. Ну раз вы уже выбрали таких, как Варик можно будет варьировать. Можно вообще по два героя как бы это делать, но это сложнее и дольше все делается. Пока что. Так, два героя можно использовать? Нет. На данный момент мы по одному делаем. Как сделали выбор, так и сделали. Я говорю это как вариант такой катки, что можно условиться сначала по два героя призвать. Каких-то. По три ты вообще пиздец будет. Ну тяжело просто управлять этой фигурой. Он там челик призвал, но... А, знаете, что я вам скажу? Давайте как сделаем. Призывайте любых героев, но тот, который первый у вас, он у вас пойдет на этот остров. А остальные оставьте к концу игры. Когда... когда стартанем. Призывай все равно куда ресурсы сейчас девать. Красный прошарил, блядь. Я же говорил, войска все равно у себя на островах накапливайте, потому что в конце вы будете просто, ну, и правила у вас, если что, если ты поставил там в правила, один город захватил, все, вы проигрываете. Внезапная смерть называется. Чем? Блин, еще прилично, еще, короче, второй, третий, на четвертом там бонус кое-какой будет, блядь. Пока вы там на острове меситься, будете у вас ресурсы прилично накопиться. Красный, попрошу тебя, попрошу тебя вот эту пушку снести, пожалуйста. Самой умный игрок нахуй. Я тоже хотел. Не надо, не надо. У себя на островах стройте это херню все, хоть на каждой шахте. Хоть тысячу этих, если у вас тимония. А, господа, я успею второе сходить, у меня как раз только армия накапливайте, иди, еще копят. Не успеешь сходить, поесть и... Тут откат, короче, две минуты у фиолетового. Как у нас здесь? Две минуты отката у фиолетового. К тому же, уже готовьтесь. Синий, поучи там вот эту херню все. В цитадели. Тоже будет классно. Чего? Кого? В цитадели вот это говно улучшение, как оно сейчас подскажуте. Цитадель, говно. Какая-то? Стеклянная, стеклянная. Какая у тебя еще может быть? Там грейды есть? А, там грейды есть? Да. Вот, например, здоровье линских станет увеличится на 5. Ну, в конце игры пригодится. Так, а нахера мне она надо? Ну, блядь, в конце тебя разнесут столицу, пиздец. Я знаю. Но все равно учи, блядь, Тимоне, это некуда делать. Пушку тоже использовать можно? Нет. Можно. какую пушку героя можно? Нет. Ну, конец света нет. Конец света нет. В конце игры, я скажу, когда. Ну, 3-4 этапа у нас на острове. Еще 3 этапа на острове. Второй уже такой более-менее красочный. Третий еще круче будет. Четвертый там вообще пиздец. Для любителей левиафанов и прочих вынесли. Ну, а после четвертого уже просто объявление общей войны и все. Если вас атакует Квотл, богиня Шок, а хотя сейчас ты можешь этот ураганом прокачивать, ураганом прокачивать. Если вас назвали Саш, то тогда вы был боек. Сосать работу ночью.